Александра Черно не смогла построить отношения с Дмитрием Мещеряковым и улетела залечивать сердечные раны в жаркие страны. А Дима принялся ухаживать за подругой Саши, Элиной Рахимовой, страсть которой никогда не скрывал. С Рахимовой лежу на кровати Черно, у меня не до Черно. Дурак! Я уже слюни, сисечек стряхиваю. Принял? Какой м... Александра не раз уже заявляла, что ничего не испытывает к Диме. Тем не менее, девушка против его теплого общения с Элиной. Саша намекнула Элине, что ее флирт с Димой негативно скажется на их дружбе. С первых дней на проекте Александр Демин кричал о своей неземной любви к Лизе Субботиной. Я люблю тебя. О, боже мой, рыцарел. Что же вы делаете со мной? Боже мой, рыцарь. Вот только отношения в паре никак не клеятся. Участники подозревают, что Лиза просто мстит своему бывшему парню Алексею Безусу, в котором неожиданно для всех Саша нашел наставника на проекте. Вчера Лиза и Саша вновь сошлись после очередного расставания. Однако чрезмерная наигранность в отношениях Саши и Лизы вызывает много вопросов в коллективе об искренности ребят. И доверие к паре стремительно падает. Сегодня Лизе исполнилось 20 лет. Ее родные и близкие приехали на поляну, чтобы лично поздравить именинницу. Сегодня день рождения моей дочери. Я желаю ей любви, счастья, здоровья. А что пожелает коллектив, узнаем с Нелли Ирмаева. Спасибо большое. Действительно, сегодня весь день на поляне праздник. Лиза вступает в 20-летие, во взрослую жизнь. Знаю, что Екатерина, вы ей пожелали не только здоровья и счастья, но и найти настоящую любовь. Я, конечно, ей желаю тоже счастья, чтобы она нашла достойного себе мужчину. А, все-таки нашла? Да. Чтобы она в будущем нашла? Да. Да, чтобы она обрела именно и почувствовала эту любовь. То есть вы считаете, что она не обрела? Ну, пока время покажет, я пока сомневаюсь. Давайте встретим Елизавету Суботину. Ай, ты моя принцесса. Ой-ой-ой. Натушилась. Хоп-хоп-хоп. Что-то... Я такую ее не видела. Спасибо. Ну что, давайте, с днем рождения! С днем рождения! Спасибо! Спасибо! Красивая! Спасибо, спасибо. Ну что, чувствуешь? 20 лет, какие-то изменения есть? Да, я прям чувствую. Не знаю, сегодня я весь день чувствовала себя нереально счастливой. Я поняла, как многого, на самом деле, я достигла в жизни. И как много меня ждет еще впереди. И самое главное, что все мои близкие рядом. И я сегодня была полностью, не знаю, в какой-то дикой эйфории от того, как у меня все складывается. Я обрела все то, о чем я мечтала. Я мечтала встретить свою любовь, свою семью. Блин, у меня все идеально гармонично. Потому что я по уши влюблена. Меня любят. У меня есть такая потрясающая семья. Мама вторая. Ангелина, сестра моя. И, блин, это все, о чем я мечтала. Ну, это здорово, что мечты сбываются. Да, мечты действительно сбываются. И тем более в такой светлый праздник. А что бы ты сама себе пожелала? Гармонию, которая будет длиной в жизнь, я бы так сказала. Чтобы было у меня все в каком-то, не знаю, в понимании, согласии и любви. Вот чего я хочу. И я думаю, что так все и будет на самом деле. Но осталась, наверное, еще одна мечта, которая не осуществилась еще. У меня есть мечта выйти замуж. Я не знаю теперь. Потому что сейчас я занимаю больше руководящую должность в наших отношениях после вчерашнего. Поэтому да. Я бы хотела действительно свои отношения привести к союзу, браку. Это то, о чем я всегда мечтала. Я приходила сюда с мечтой на это. И теперь я нашла человека, с которым я хочу связать всю свою жизнь. И я бы хотела это сделать. Ребята! Что происходит? Так. Александр! Чего? Александр! Женитесь на мне или вы не делаете? Женюсь. Женитесь? Да. То есть я правильно понимаю, что это предложение? И он сказал да! Подождите. Поднимите. Я очень, очень долго. Решался. Мы прошли через большие трудности. И эти трудности нас платили. Я хочу, чтобы ты была моей женой. Подождите. Я не поняла. Это это же кольцо, которое Лиза подарила? Нет, это другое. Это другое кольцо? Люблю тебя. И я тебя. О боги. Саш! Но это тоже кольцо, которое ты на свидание дарил? Нет, это совершенно другое. Это другое кольцо? Конечно. Это белое золото с бриллиантом? Конечно. Предложение это надо делать красиво. Нет, ну красиво-красиво, а можно бижутерию подарить. Красивое кольцо. Это все один раз происходит в нашей жизни. И этот момент нужно делать таким, чтобы это было напоминающееся. Подождите! То есть вы не сговаривались абсолютно? Ты не знал, что она будет делать предложение? И ты не знала, что он, правильно? Я планировал это еще неделю назад. То есть у нас были определенные проблемы после этого, но все равно у меня в планах было сделать ей предложение на день рождения ее. Кольцо-то было уже куплено, но череда обстоятельств сложилась. И вчера, сегодня... Просто еще вчера ты говорил, что ты не веришь Лизе, она тебя использует. У меня просто загорелось это желание, чтобы этот человек был всегда со мной. Ну, я не вижу счастливых лиц, ребят, тем более мама. Ну, у меня Саша подорвал мое доверие, я так скажу. Это должно пройти какое-то время, чтобы заново завоевать доверие мое. Вот и все. То есть через вас ваша дочь должна быть счастлива? Я думаю, чтобы к нему вот такое отношение, все. Дочь, если хочет выстраивать, пусть, пожалуйста, выстраивает. Но вы же знаете, что у них заявление в ЗАГС подано, и 27 апреля стоит дата. Вы же должны как бы за свою дочь радоваться, поддержать ее. Я порадовалась, когда вот он, мы выезжали на свидание. Да, я реально поверила, я реально подумала, что это да, и он искренне это все говорил. Но потом все так пошло, и все перечеркнуло в моей душе это все. И доверия у меня нет, оно подорвано. У Саши получается заново завоевывать, располагать, так что я уверена, что все будет хорошо на самом деле. Мама тоже могу понять, потому что она, как всегда, воспринимает все близко к сердцу, плохие моменты, связанные со мной, она всегда, ну, как мать, она меня всегда защищает, всегда на моей стороне, и как бы в моментах, где она видит... Но вот сейчас она не на твоей стороне, а твой праздник. Это потому что нужно время, нужно время, это нормально, потому что у нее накопились обиды, из-за наших каких-то недопониманий с Сашей. Это абсолютно нормально, когда мать так реагирует в моменты, где, ну, у нас было не все так хорошо. Сейчас хорошо, но она просто еще не успела перестроиться. Это дело времени. Спасибо. Ольга, хочу вас послушать, потому что Екатерина хотела бы свою дочь отдать в сильные и надежные руки, но мы вчера выяснили, что Лиза главная в семье, Саша при всех сказал, да, я каблук, и мы все увидели, что ему стало легче. Он расслабился. И такой формат отношений, в принципе, имеет место быть. Лиза решает, Лиза делает предложение, встает на колено. Как вы к этому относитесь? Я совершенно не удивлена, потому что у мамы Лизы такая же модель семьи, где Катя главная. Если они сейчас приняли такое решение, что Лиза главная, я думаю, что это временное решение. Все самое интересное еще впереди, я надеюсь. Каблуком быть не страшно. Главное, чтобы женщина не плакала. Знаете, смотрю, когда психологию, там психологи говорят, что каблук это не стыдно. Это всегда счастливая женщина. Смотря какой еще каблук. То есть, если она его уважает, но при этом он ее очень сильно ценит и добр к ней, это не каблук. Пусть он себя так называет. Хорошо, но вы рады, вот то, что сейчас произошло? Я рада тому, что они помирились. Я рада тому, что они договорились, как теперь действовать в коллективе, как отбиваться от них, откусываться и тому подобное. Я в них очень сильно верю. А нужно по-прежнему отбиваться, вы думаете, и откусываться от коллектива? Я думаю, такие попытки еще будут, они их не оставят. То есть, вы считаете, что здесь все враги? Сила ванильная пара, она раздражает. Вы знаете, у нас есть еще одна ванильная пара, это, например, Максим и Аня. Они тоже многих раздражают. Самый большой негатив к моему сыну. Максим. Да, я увидела на экране, что ты сказал, он не мужик, бе. Вот такие ничтожные меня раздражают, потому что из-за таких вот мужчин разваливаются семьи. Здесь нет ничего от мужчины. Вот такое поведение, ну вообще, блин, я фу. Я с тобой не согласна. В чем заключается то, что мужик? Ну да, пусть он даже не мужик, он парень, молодой парень, он добрый и достойный. А что хорошего в тебе, в мужике, который показывает такую агрессию? Если ты агрессивен в коллективе, значит, ты агрессивен будешь и с женой, и вообще в жизни. Я думаю, что вы просто в своего мальчика не заложили чувство ответственности, где он с легкостью передает чувство ответственности на маленькую девочку. Из-за этого с Сашей, у нас и вообще в коллективе, его принято считать немножко ветреным, что свойственно девушкам. Из-за этого Саша подорвал свой авторитет, где его девушка маленькая может назвать его на букву «П», где он спокойно на это закрывает глаза и прощает все своей женщине. Где в его отношениях может говорить другой мужчина, как нужно наказать его женщину. И он стоит рядом и кивает головой. Именно поэтому Саша в моих глазах недостаточно взрослый мужчина и вообще такой себе. Ну и что? Это молодой парень, который растет, который взрослеет, мудреет. Все ситуации жизненные, они будут его закалять, менять и тому подобное. Она молоденькая девочка. Тогда научитесь его мальчика не говорить слов, которого он не может делать. Научить его, возможно... Прекращай, я не красная девица, чтобы ему нравиться. Так вот именно, почему ты должен всем нравиться? Поэтому, что мне... Ребят, не смеемся. Понимаете, мне важно то, что я сам себя уважаю. То, что меня люди уважают. Тебе важно, что твоя девушка тебя уважает. И то, что у меня моя девушка уважает. Это не то, что Максиму нравишься ты или нет. Знаете, что, вот допустим, Саша, Лиза, возможно, ты не знаешь, ты пропустил этот момент, когда вы были в ссоре. Он говорит, да вы знаете, сколько мне девчонок пишет? Он говорит, я могу вот так вот сделать. Мы когда ссоримся, мы все друг другу говорим. Мужчина, который говорит, что он любит тебя, и говорит о том, что он делает тебе предложение, хочет, чтобы ты была его единственной женой. Говорит о том, что да мне столько девчонок бежит. Вообще. Ну, то есть вы своего мужчину даже порядочности и верности на ней обучили. Я готов отказаться от изобилия малышек. Я готов выбрать одно и быть с Элиной. Элина с Димой целовались? Нет, они с жвачкой обменялись. Потом эти... Я думаю, что Саша дал слабину, прислушался к своему соседу разочек, второй разочек, и все, и понеслось. По логике событий я немножко вас не понимаю. То ты хочешь его убрать с проекта, то вы ссоритесь, у вас череда каких-то неудач, то вы теперь женитесь. Я не понимаю вашу пару, но мне нравятся. Как же такие? Черт возьми, мне понравился этот перформанс, это круто, ребята, не на серьезных щах, все такие серьезные. Спасибо большое, Элина. Поздравляю, ребят. Спасибо. Послушайте, каждый сам решает, какую роль он занимает в жизни. Если двоих это устраивает, флаг им в руки, но самое главное, чтобы женщина не унижала мужчину. Вот сейчас, когда Лиза это сделала, да, это был перформанс, это там, не знаю, в рамках шоу, еще как-то. Ну честно, было унизительно в сторону тебя, Саша. Мы сидели, вот делали тебе, а стыдно было нам. И Лиза, ты его не раз уже унижаешь в коллективе. Если бы это было, не знаю, на какой-то сцене, какое-то, не знаю, там, какое-то шоу было, да, круто. Мы поржали бы, ха-ха, девочка сделала мужчине предложение, но это немножко было, да даже не немножко, унизительно в сторону него. Спасибо. Хочу послушать наших экспертов. Михаил, психолог, что скажете по этому поводу? Так, ну, ребят, во-первых, поздравляю. Спасибо. И я честно не согласен с тем, что то, что здесь происходит, когда, ну, извините, как будто вот немножко в зоопарк попал, и там обезьянки друг друга, значит, пытаются кидать продуктами жизнедеятельности. Вот, думаю, что, во-первых, это происходит от зависти, к тому счастью, которая у вас есть. Это вам не мешает. Вот, наоборот, это вас сейчас закаляет, ребят. Но вот что важно, прозвучала и от вас, и от вас такая, знаете, фраза про абсолютное счастье. Если вы будете закладываться на абсолютное счастье, что у вас никогда не будет ссор, что вы всегда будете там ванильные, вот тогда будут проблемы в жизни. И в какой-то момент, возможно, вы сядете, вот как ваша мама, извините, и будете говорить, нет полного доверия. Да никогда и не будет полного доверия никому. Это очень инфантильно, думать, что у вас по отношению к кому-то может быть полное доверие. Понимаете? Где вы набрасываете? Позрослее. Следующий эксперт. Ольга. Ольга. Бьюти-эксперт. Поймите, когда жена занимает лидирующие позиции, это нелегко. И если вы будете оставаться таким же мягким, вам дальше будет очень сложно в отношениях. Поэтому мой вам совет, если вы хотите построить прочный брак, долгосрочный, вам все-таки нужно прислушаться где-то маленечко, так сказать, жесткие, возможно, высказывания, да, в ваш адрес. Но стоит прислушаться и все-таки стать более пожестче, что ли, отстаивать свою позицию, уметь высказывать свое хотя бы слово и не молчать. Спасибо большое, но в любом случае... Я прошу пять лет, извините, у меня трое детей. Я вот вам говорю, если бы я периодически не был каблуком, я бы столько в браке не прожил бы. Спасибо большое. Лиза, ну все в твоих руках. Да. Как говорится, корабль назовешь, так он и поплывет. Вот, поэтому как вы назовете уже себя и как у вас будет, зависит все только от тебя. А мы переходим к следующей теме. Это и Лина, и Диман. Но есть еще незримая подруга, третья нога, это Саша Черно. Которая вроде как не руководит и не приказывает, но ставит условия. И говорит, у вас есть выбор. И вот, если вы ошибетесь, то тогда пеняйте на себя. Так все-таки, это про настоящую дружбу история? Или все-таки про Сашу Черно и ее принципы, и ее свиту? Ну, сейчас 2024 год, по-моему, крепостное право отменили, реально. То есть, вчера у нас с Сашей была жесткая полемика, переписка, в которой она писала мне то, что вот... Она сама первая начала тебе писать? Да, да. Я даю вам выбор. Я говорю, с какого перепуга ты даешь мне выбор? Я свободный человек. Лина свободная девушка. Типа, ну, почему она считает себя каким-то мерилом, божеством? Что вот, Дима моя игрушка, я только в нее буду играть. Другим подружке своей не дам. Ну, так это смотрится, типа. Вот. Если вопрос о дружбе стоит, то лучше порадоваться за подругу, если у нее сложатся все-таки отношения. И посмотреть на эту ситуацию с двух сторон. Есть две стороны медали всегда, и Саша тут не права. Это мое мнение. Спасибо большое. А я живу примерами. То есть, когда-то тоже я, допустим, с какими-то врагами с Сашей общалась. С моим бывшим Сашей общалась. Поэтому буду общаться с Димой. Это с кем? С Игорем, правильно? Да, к примеру. Там разные девочки были, с которыми я не общалась. У меня были конфликты с ними. Она очень с ними целовалась. Там зубы где-то в комнате. Ты не ставила ей ультиматум, правильно? Никогда. Я никогда не ставила. Поэтому я точно понимаю, что не будет такого, что я, как я еще вчера, возможно, говорила, между двумых огней. Но нет. Мои отношения с Димой, мои отношения с Димой, общение с Сашей, подругой, с ней другое. А то, что между ними, меня это не касается лично. Я где-то подержу как подруга, но я считаю, что она должна доверять мне. Если не доверять, значит, не будем общаться. Хорошо. Давайте тогда поговорим о ваших отношениях. Диман просто друг. Он, да, он близкий, да, клевый, веселый, но ничего больше. Правильно? Да. И Лина четко дает понять, что ей нужен серьезный мужчина, что она хочет семью, и она готова к серьезным отношениям. Дим, такая ли сильная симпатия к Лине? Готов ли ты меняться? Показать свою серьезность? Или все же это и правда? Вот, знаешь, такая одноразовая история. Если говорить о серьезности в отношениях, то я готов ее показать. То есть это что в нее входит? Там, без малышек, да, каких-то левых, там, без вот таких историй, что я кого-то клею, там, с кем-то сплю, базара нет. Я готов это показать. Может быть, намного глубже, Дим? Если глубже, то есть вообще там ломать себя как-то, там, я не знаю, быть таким вот прям сидеть на серьезных щах. Ну, я ломать себя не буду. Я такой кое есть. Я не думаю, что ей нужен какой-то зануда, который на серьезных щах. Сириус-мен такой сидеть там. Нет, мы все помним, что она любит. Да. Но при этом все-таки. В плане отношений я буду серьезнее реально совести. Я готов, то есть, отказаться от изобилия малышек, я готов выбрать одно и быть с Иллиной. То есть только от этого готов, да? Да. Я считаю, что Диме не нужно себя ломать. Надо быть таким, какой ты есть. Кому-то ты такой подойдешь, а кому-то не подходишь. И это нормально. Делать, знаете, вид, что я такой серьезный стал. Просто ради чего-то. Ну, для чего? Зачем? Как бы потом эти маски все вот так вот падают. И вот человек опять является тем, кем он был и тогда. Найдется та девочка, которая полюбит Димана таким. Хорошо. Что тогда тебя привлекает в нем? Комфортно, весело. Ну, вот какой комфорт? Что туда входит? Да. Меня не раздражает его тактильность. Для меня это важно. То есть у вас есть тактильность? Ну, как бы, грубо говоря, он меня трогает. Я нормально к этому. Потому что если меня другой мужчина, допустим, потрогает, меня может это вот прямо толкнуть. Здесь нет такого, как уже такой близкий, родной. Вот если меня цепляет, меня цепляет сразу, и я рассматриваю человека для отношений. Здесь я уже на волне другой, к сожалению. И перейти сейчас в романтическое что-то, мне кажется, я не смогу туда. Да. Я считаю, что не нужно здесь вешать ярлыки на людей, что Дима вот такой, как будто клоун какой-то. Это его защитная, макская реакция. Если бы он не был таким вообще, где бы был Дима. На самом деле, все это время мы бы, наверное, не обсуждали их с Сашей. Поэтому все начинается с общения, с контакта, с слюнообмена, который произошел вчера, не могу это не заметить. Про тактильность только я не понял, на самом деле. Подожди, Игорь, Ирина с Димой целовались? Нет, они жвачкой обменивались. Я думаю, что Ирину останавливает Саша, Диме все равно, он уже давно хочет отношений. И, ну, серьезность какую показать? Не знаю, в банк его устроить, костюм на него одеть. Я думаю, что действительно в отношениях для нас Дима откроется по-другому. Ирина умеет тоже отношения выстраивать. Ирина, почему так условно? Ну, в тебе же она сразу увидела эту серьезность. Ну, я... Ты не работаешь в банке. Проблемы. Я уже не мог где-то с агрессией, с этими психами, какими-то моментами работать. А Диман много что близко к сердцу не воспринимает. Я думаю, он найдет какой-то план и такой подход, чтобы она была счастлива. Ну, Диман, я думаю, игрок. Он просто, ему это интересно. Ирина для него лакомый кусок. Очень серьезный оппонент. Чего-то спортивный интерес, ты думаешь? Ну, на данном нет, она ему нравится. Ну, просто надолго ли его хватит. То есть, я думаю, как только он съест наконец эту вишню сверху, он такой, ай, где еще новые малышки? Типа, надо двигаться дальше. Хочу услышать эксперта, который точно знает, как кобеля приструнить к ноге. Это Вика. Ну, он не кобелин хороший. Вообще, что хочу сказать? По поводу Димы. Дима пахнет жестко просто неискренностью, какой-то игрой, какой-то фальшью. До этого ты пришел к Элине, добивался бы Элину, если она так тебе сильно нравится. А то сейчас, спустя три месяца, после стольких малышек, ты почему-то решил именно к подружке Черно своей якобы, типа, бывшей подкатить. Ну, понятное дело, делаешь назло. Второе. Ты дорос физически, вот до почти тридцатки, но морально, пока что, ментально до Элины ты не дорос. Элина говорит о том, что она уже взрослая дамочка, она уже девушка, которая, пожалуй, нагулялась. Она уже хочет семью, ребенка, стабильности, мужа. В общем, она уже хочет свое какое-то гнездышко обрести, а не вот эти вот одноразовые какие-то игры, которые предложить может только Дима. У Димана есть такая проблема, он не доводит дела до конца. И это, наверное, не касается даже отношений в целом, его отношения к жизни. Это любую девушку будет отпугивать. И абсолютно уверен, что эта игра закончится, как только Диман догонит Элину. То есть они сейчас бегают друг от друга, она такая вроде бы, ну хорошо, давай поиграем. Я такая бегу, волосы такие мои разлетаются, а ты давай меня догоняй. И вот надо, чтобы легкая дистанция между ними, она еще соблюдалась. Потому что как только ты ее догонишь, тебе сразу же все, тебе ничего не нужно. А так у тебя есть мотивация меняться, понимаешь? И она это тоже понимает и чувствует. Говорит, ну хорошо, давай сыграем. Треки пишешь? Пиши, пиши давай. Что ты там худеешь? Худее, худее давай. Там бабки зарабатываешь? Зарабатывай, зарабатывай. И тогда, вот я думаю, что через какое-то время, ну не сразу, не завтра, не через неделю, а может быть и не через месяц. Хватит ли у тебя терпения? Я тебе могу сказать, что если хватит терпения, то все возможно. Как мне нравится, Саймон расцвел прям, сидит, плывет. Бывшая участница приехала рядом. Вы прям реально похожи вместе. Я бы вот прям с удовольствием наблюдала бы, но да ладно. Ну что же, много было сказано. Ну а сегодня у поклонницы Леди Гаги день рождения. Я знаю, что Лиза накрыла для всех стол, независимо от того, что кто-то высказывается негативно или нет. Да, я люблю ваш коллектив, люблю всех вас. Вот и здорово, вот и славненько. Давайте все соберемся, поздравим Лизу с днем рождения. Это был телепроект Дом 2. Новая жизнь. Не переключайтесь, все самое интересное впереди. Лиза, хочу тебя тоже поздравить с днем рождения, пожелать тебе всего самого светлого и доброго. Я тебе скажу так, это очень здорово, что про вас вообще говорят. Понимаешь, хуже, когда вот просто ровно. Люди, вот например, у нас было такое на проекте, когда абсолютно неинтересно, и все, знаешь, сидят и говорят, слушай, мы не будем ничего говорить, потому что нас вообще не цепляет. То есть неважно, да? Вот это вот хуже всего. А про вас говорят. То есть если у вас действительно есть чувства и отношения, ну тогда доказывайте, доказывайте в первую очередь себе и мамам. Потому что вот нужно порадоваться за детей-то уже. Нет, я радуюсь, но мое внутреннее состояние не такое. На лобном, когда он даже встал, это кольцо для меня, это, ну, я вот сейчас вот второй раз уже воспринимаю, это, знаете, как, ну, фальш какая-то, я не знаю, он неискренен. То есть он делает вот так как-то дочери моей, ну и сделает. Вот первое, когда он, мы на свидание ездили, да, я ему реально поверила, мне казалось, что он реально влюблен в мою дочь, и он хотел серьезное отношение. Я не знаю, что потом произошло. Вот сейчас, мне кажется, это какая-то бессмысленная игра. Причем в одни вороты. Как потребитель, знаете, вот есть потребители, которые хотят что-то, выгоду какую-то найти и взять от нее. Ну, покажи мне кольцо. Вот это? Да, 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 да. Слушай, красивое. А это, ну, это тоже получается? Нет, это другое. Я купил другое. Такое жилое. А где твое кольцо, которое то? А почему одно, а где то? А что ты двое не оделаешь? А в смысле я то кольцо не наливала уже? Почему? Потому что мы там, мы там расстались. Он, видимо, то кольцо взял, забрал, сдал и купил новое. Да? Реально? Я не знаю, у меня кольца не было. Типа я его положила. Да, вот это тоже верно. Не, а где то ты кольцо, куда делась? Я положила кольцо, я его не носила вообще. А почему ты его не носила? Да потому что мы тогда расстались и все. А кольцо-то еще? Так оно вообще есть или нет? Я не знаю, я даже на него не смотрела. Типа я положила и все. Ты куда его положила? В гардеробной, в гардеробке. Обычно, знаешь, как Саша снимал на видео и выкладывал в социальные сети, как ты его не носила и, может быть, он его забрал? Нет, она после этого же носила. Забрал и сдал? А? Поменял? С патрахами. Нет, она его носила после этого. Нет, я тогда потом посняла. А когда, типа, мой вот, когда он меня бросил, не знаю, я его не надевала даже. Мне кажется, того кольца даже нет. Потому что, ну, в принципе, точно такой же, по-моему, либо он то же самое дарил. Что я смотрю на это кольцо и понимаю, так вот реально есть такое ощущение, как будто где-то ты его уже видела. И, значит, ответы Лизы меня начинают смущать. Почему она так отвечает? Типа она заволновалась. А где-то там, но не знаю где, искать не пойду, но где-то лежит. Я лично могу проверить. Я помню, что Саша выкладывал к себе и в социальной сети есть видео, где он снимал это кольцо. Поэтому проверки быть, и мы должны сейчас разобраться. Чтоб не было лишних разговоров. Найди то кольцо. Ну, сейчас, что ли, мне бежать? Нет, ну, сейчас нет. Сейчас он идти и сбежать? Мне, если честно, типа, ну, что я должна сейчас бежать? Потому что, ну, как бы вопросики есть, что за кольцо, а где то? Не знаю. И забрал ли он то кольцо? Я его не видела, понимаешь? Я не надевала кольцо. Мы когда расстались, я его не видела. Я сначала его в сумку положила, потом я вообще его не надевала даже. Я давно не видел Лизиного кольца, который я дарил, когда сделал ей предложение. Но то, что коллектив как-то настроен на то, что это то же самое кольцо, ну, что за бред, ребят? Разрешите от моего лица поздравить Лизавету, нашу молодую звездочку. С днем рождения! Яркая девочка, яркая участница, молодая участница, много перспектив у тебя. От себя что могу сказать? Поменьше играй, больше живи. Потому что у тебя очень большой потенциал, у тебя сердце, которое может любить. У тебя попался на пути хороший, добрый парень. Пусть у вас будет патриархат уже поскорей. И, конечно же, кавказского долголетия от нашей семьи, от всех ребят. Мы желаем самое главное здоровья, здоровья и еще раз здоровья. И еще от себя хочу пожелать, чтобы ты, раз ты колешься, пришла на проект, чтобы ты здесь вышла замуж, забеременела и родила прекрасную здоровую ляльку. С днем рождения! Руки наверх, ноги раскрести. Наверх, чтобы я видела пальцы. Клянись теми своими красивыми вещами. Вы сговаривались? Нет. Клянусь своими красивыми вещами, что мы не сговаривались. Ну это вообще, да, офигеть? Да. Я просто осидела, реально. Я мало того, что я офигела с того, что Лиза сделала предложение, а потом еще что-то, что она такая, че-то, что она не говорила никому, ни мама не знала. О том, что даже я предложение буду делать. Двойное предложение, такое вообще первое раз вообще, но в проекте в целом. Неудивительно, что со мной, что там в первый раз. Ну все, невеста, мы уже это платье будем выбирать сколько? Вообще в натуре, в натуре, слушай. Ой, девчонки, вы, конечно, вообще. У меня с Эльвирой нехорошее отношение к определенным фактам. Я понимаю. Наверное, как девчонку, меня тоже можно понять. И это наши, так скажем, бабские какие-то дела. Но я реально тебя уважаю. Реально. Я к тебе уважаю. Я поэтому и говорю. Лучше это, лучше это озвучить, чем не озвучить. Чем ходить и думать, а кто же чего вот так вот как-то там посматривает. Я просто сижу и я в этом фокусе внимания вот с этими взглядами. Вы смотрите на нее, но я в этом фокусе внимания. В чем система? Я никогда не видел такие взгляды по отношению к себе. И поэтому, может быть, потому что я рядом вот тут присел. Я такой смотрю, думаю, что-то я понять не могу. У нас что вообще поменялось? Что произошло? Вы можете так же по отношению к ней относиться. Я даже ни в коем случае не призываю вас менять мнение. Мне просто стало интересно. То есть, а вот как вот поменяется ли ваше мнение? А вот знаешь, а я хотела к тебе вот как раз таки подойти и спросить. А как вот мне взаимодействовать, когда если она будет твоей девушкой, я вроде с тобой хорошо общаюсь, а с ней не очень. И как мне быть? А я хотела с тобой этот разговор привести. Вот, так вот, конечно. Да, а ты сейчас это так вывел. Это гипотетический разговор. Ну, подожди, я считала, что мне должен быть привести. Знаете, почему у тебя именно претензия? У тебя не так что? Ребят, мне показалось или нет? Я вроде складываюсь в коллектив. Типа, а вы вот так вот смотрите на меня косо. Я честно вообще лично... Я это ощутил, потому что ты так меня ощутил. А я чувствую, я импат. Я такой человек, что мнение коллектива ни в коем разе на меня не повлияет. Хоть я буду по одну сторону баррикад, а на другой стороне будет 14 человек коллектива, да, оставшихся. Нормально, вывезу эту борьбу. Я просто почувствовал, что вот сижу с ней рядом, да, вот представляете ситуацию. Да, мы там плохо друг друга знаем, там только-только есть какое-то первое впечатление. И чувствую какой-то холодок в мою сторону. Шутки какие-то, взгляды, насмешечки. Они, конечно, были направлены не на меня, но я-то сижу рядом со мной. Понимаете, это для меня важно. Если я с кем-то выстраиваю доверительную волну, которая основана на взаимном уважении, то попрошу такое в мою сторону не спускать. Как-то я вот просто почувствовал. Мне нравится такая перспектива. Просто Саймон вообще, ну, типа, реально крутой чувак. И Саша с ним дружит, общается. Мы с Сашей в отношениях. И я вижу, как между вами с Саймоном, ну, просто искра безумная. Нет, он интересный, он интересный парень. Он расцвел, все это заметили. Потому что я говорю, ты, блин, такая яркая зажигалочка. Ты, блин, я не знаю, ты ему вообще так жизнь перевернешь. Он обалдеет, обалдеет, какую ты можешь ему показать себя, какая ты. Главное, что у меня нет никаких, знаешь, что этих вот ничего скрытого у меня скрывать, блин, ничего. У меня, я с вами просто чисто, как белый лист. Ищите, что хотите, ничего не найдете. Да, и я говорю, господи, ты идеальный вариант. Ты просто, ну, и самый-то прикол в том, что вы и визуально-то совпадаете, и в целом. Чего, реально что-то похожи? Очень, вообще, вы идеально. Вы так красиво смотрите, я на вас смотрю со стороны, думаю, боже мой, это моя новая любимая пара. Вы еще не пара, но я уже влюблена в вас. Вы вообще, я фанатка буду номер один. Я хорошо, я тебе отвечу, что с моей стороны в твою сторону ничего сейчас не было. Мы на то, здесь не находимся. Здесь личные моменты, как меня, как девушку обидели, что мои рушили отношения, когда этот человек ей не нужен был. И она об этом говорила подруге своей. И сейчас это ни в коем случае не защита, чтобы вы понимали. Я конкретно за себя сейчас говорю. Я тоже пуху не навешиваю, типа, это роковуху делаю. Вот, сейчас я, да, вот, то есть вы тоже не переводите. Я конкретно за себя. Давайте, да. Я знаю правду. Стой, дай, скажу. Я знаю правду всю. Не знаешь, что? Вам момента не нравилось. Когда она готовила, она только готовила. Она не занималась шоу. Она, типа, ни разу не могла тарелку супа налить. Это первый. Бытовой момент, он мне не нравился. Второй. Она, Игорь Ху, мозги... В отношения чуть-чуть влезли? Влезла. Ложные надежды дала? Дала. Потом, когда надо было с ним выехать, не выехала. Она может лицемерить. То есть с тобой вести себя, типа, пай девочка, а потом, ну, ты не б***ь ей интересом. Все те, кто говорят о том, что Эльвира хочет зайти, там, чисто опять, там, что-то пообщается с пареньком и бросит, не будет она с ним строить отношения. Ну, это люди, которые меня, они абсолютно не знают как человека, как личность. Они не знают, что у меня внутри, что я вообще испытываю, нравится он мне действительно, либо же нет. Это всего лишь их догадки. Я говорю искренне, что он мне интересен, и я бы хотела его в дальнейшем узнавать как мужчину. Коллектив думает, что все-таки кольца было не два, а одно. И сегодня он сделал тебе предложение кольцом, которое уже тебе дарил. Поэтому, а ты его покрываешь, поэтому, пожалуйста, принеси нам два кольца. Поискать. Для нас, для всех, для телезрителей. Бегу. Пойдем, сконтролируем ее. Она сейчас маме на кольцо возьмет. Ну так, сделай, пожалуйста. Так, я клала его. Иди сюда. Давай, мамочка. Пойдем, пойдем на виду мы должны быть. Семь рождения, конечно, тебя. Аккуратней, звездочка. Ну, звезду. Прости, прости. Так, я клала его вот сюда. Садись, садись. Присаживайся. Ты не тратист, ты молодец. Не переживай, не переживай, не переживай. Вот сюда, вот сюда. Дальше куда? Это первое кольцо. На то, которое он дарил тогда. Напомни, на какой праздник был тогда? Признание в любви, в чувствах он тогда дарил. Я люблю тебя. Боже мой, рыцарь. Что же вы делаете со мной? Боже мой, рыцарь. Что там, продолжаем? Зоя, ты потеряла его? Ну, и вот, нет. Зоя, ну что ты потеряла? Ты его? Ты такая машина стерящая. Нет, ну не слушай. Ну, в смысле, что? Может, реально потеряла? Может, реально потеряла? Нет, ну подожди. Так, в смысле, были разные просто кольца. Я помню, она мне присылала этот удобный телефон. Покажи. Покажи фото. У нее было кольцо вот то, оно было более с голубым. Я помню, она выставляла. Фото покажи. Да у меня я что, скрины делала? У тебя переписка должна быть. Я в смысле видела, она мне... Фото пришли. Покажи фото. Эльвира, они... Что? Оно у нее было с голубым камушком. Каким голубым? Еле голубое такое было. Так, покажи, сделай, пожалуйста, это кольцо. А это, это с белым камушком. Покажи переписку. Это все, да, с верху. Ну и переписку. У меня исчезающие сообщения, режим включен. Держите. Сколько? Ну у меня его нет. Сейчас семья его заберет. Не, зачем чужие кольца? Я ложу его в сумочку. Да, мы с ним поищем всю ночь, будем искать. Да, короче, понятно все. Девчонки, мы... Давайте так, давайте так, как будто все хорошо, мы вам как будто поверили. Подожди, это новое кольцо? Я реально ложу его в сумочку. Подожди, новое кольцо? Ну, он сегодня... Сегодня, кто? А как может быть новое кольцо и уже... приняла размер пальца? Что он сделает? Так происходит, когда долго кольцо носишь. У меня есть кольца, я знаю, он принимает... У бабушки забрал форму пальца. Ну понятно, все. В смысле? Ну в прямом. Как может быть кривое кольцо? Это новое кольцо. Слушайте, может у меня было большим матом, я его взяла вот так сделаю? Нет. У меня тоже было большим матом, я его вот так поняла, вот так сделаю, и все. Ну что, по размеру? Нет. Главное, что не подходит по размеру. Это принимает размер пальца, я знаю. Ну сейчас он приедет. То есть, ребята, тебе нравится? Да я тебе отвечаю, чтобы было другое кольцо. На самом деле, кольцо у меня было практически такое же. Я не знаю, я свое кольцо... На самом деле, я никогда не заостряла на этом внимании, типа на кольце, которое я носила. Я не знаю, у меня нет такого, чтобы я сравнивала как-то кольца, которые происходят. Ну, типа оно похоже, оно реально похоже. Возможно, я его оставляла в сумке, возможно, Саша его взял. Я в кольцах не разбираюсь, если честно. Я не разбираюсь в кольцах. Поэтому не знаю. Главное, что я довольная, счастливая, что у меня предложение, и что я все-таки выхожу замуж, походу, прикиньте. Оно кривое в цвет, оно ношено в цвет. И оно еще, знаешь, вот здесь вот, когда трогаешь кого-то вот так, да, пацан, от стола царапается. Но знаешь, это какой момент, когда я говорю, а где кольцо? Не знаю. Не знаю, где ты, где ты там? Да, к чему уклоните-то? Что он сказал? Потому что фикция. Я кольцо-то одно было. Я клоню к тому, что они начали сврали. Она просто наврала. Она его покрывает, она знает, что кольцо ношено, и что это второе. Блин, это вот опять за то, что я говорил. Они заигрались конкретно. Скажи ты конкретно, как оно есть, чего ты прыгаешь? Что за бред это все? Что ты туда-сюда дергаешься? У нас вообще кольца не было. Никаких проблем, нет колец, потом как-то купим. Конечно. На тебе это, второе. Это я второе купил. Я тоже говорил, за день до свадьбы я не еду закончу. Слушай, одно кольцо можно и 10 раз передарить друг другу. Слушайте! Я не хочу здесь находиться, не хочу. Все, я здесь последний раз. Ты эфир посмотрела, что ли? Да, я эфир посмотрела. И что там? Лиза на тебя жалуется, ты там на этих всех жалуешься. Вообще какая-то хрень. Ой, мне вообще-то все неприятно. Они это все не построят. Так, Лиза, ты вообще на меня трогаешься. Я не могу, у меня аж сердце бьет. Смотрите в эти эфиры. Я просто... Ой, дочь, я привыкла спокойно жить в радость. А тут какая-то постоянно вот этот адреналин, постоянные скандалы, постоянно... Да так невозможно выжить, тут невротичкой станешь. Смотрите в эфиры. Да мало ли, что ты меня просил, все. Я поеду домой. Зачем ты прямо здесь это начинаешь смотреть? Что хочу, то и смотрю. Я за них топил, видели, как я их поддержал. Лиза уже не носит колесо. Наспользуется колесо, а что надо верить, потому что... Офигеть, смотри, кривое обманули меня. Кривое. Вот, я сейчас такой говорю, блин, прикольное колечко с одним камушком. И она такая, да, вот так, все. Ребят, наслаждайтесь. А вы еще еле не их еду, фу, она еще отравленная, по-любому. Нет, подельная, подельная. Подельная. Ну вот я все здесь должна делать бесплатно. Это подметно не бесплатно. Важно, что это новый перевоспитательный сезон. Чадо из ада. 29 февраля. На Ю. Я уж думала, что на Лизы нам день рождения не будет этого. Но даже и там они нас обосрали с ногой головой. Не могут они без этого, не могут они. Мне вот это не весело вообще никак. Помада вот, короче, вот эта твоя. Каждый выражает свое мнение. Саш! Да. Я не лицемерка. Я не умею играть и делать виз, что так все хорошо. Мне реальная жизнь нравится, а не вот эта хрень. Это чисто твой факт восприятия. Данная информация. Ты живешь вот с этими вот людьми, которые тебя гадят каждый день. Тебе нормально так живется для твоего мозга, для твоего сердца, для твоей души? Ты думаешь, это развитие? Если принимать каждого человека близко к сердцу. А я близко к сердцу все принимаю. Я по-другому не умею. А зря, зря, понимаешь? Я никого из них не слушаю. Ну, тебе приятно, тебе с утра приходят и говорят, ты никто. Ты вот там тот. Да блин, зачем ты это все слушаешь? Я не могу понять. Я не хочу все это. Вот ты за этим всем наблюдаем. Я сейчас на воду послушала. Вот ты просто берешь, это твой факт восприятия. Невозможно человека оскорбить. Можно только оскорбиться, понимаешь? Да, мы даже привязались к концу. Если ты считаешь себя такой, значит это будет такой. Смотри, смотри, твое предложение обосрали. Кольцо обосрали. Все обсирают. Да что ж это такое? А где положительное? Где красивое? Я хочу видеть красивое. Да, все что угодно они могут делать. Я хочу, чтобы из вашего праздника сделали какую-то красоту, порадоваться. Где, блин, это? Ну где? Один какой-то хаос, один негатив, одно разрушение, один позор. Здесь вообще когда-либо радовались за кого-то? Ну вот потому я хочу домой. Я хочу домой. Мне не нравится здесь. Как я тебя понимаю. Да, Лиза вот меня единственная понимает. Я реально понимаю. Они постоянно бегают куда-то, куда-то бегают. Девчонки, смотрите. Кольцо точно-то ваше. Да, да, извиняйся. Не, 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 подожди. Может он потом подошел сказать. Лиза уже не носит кольцо, подаренное Сашей. Чтоб ты понимал, Макс, он вчера после камеры подходит и витает. У меня есть друзья, которые меня уважают. Меня уважает вся Россия. Ты думаешь, мне нахрен усрались вот эти люди, которые меня что-то не уважают и пытаются что-то там сказать? Ты думаешь, мне важно их мнение? Ты думаешь, я буду отвечать к тявкающей собаке в мою сторону? Ты живешь вверх? И что дальше? И что дальше? Как ли за собаки у всех семья? Опять же, если у них какие-то есть недопонимания, дитеры между коллективом, они не должны маску эту одевать в день рождения. Ошибка здесь Сашина. Он сразу не взял все в свои руки. Ну и громким заявлением зашел. Вот и просто сейчас у него не состыковка получается ни с коллективом, ни с моей дочерью. То есть, ну, с дочерью он сейчас налаживает. Думаю, что он за какой-то выгоды. Но это мои подозрения. Я еще только наблюдаю ввиду расследования, так скажем, внутреннее мое понимание. Но Оля, мне понятна ее реакция. Она, конечно, не хочет, чтобы ее сына выставляли как-то. Он не такой. Она оправдывает своего сына. Это нормально. Что кольца, что предложение, что свадьба. Хоть она есть, хоть нет, вообще пофигу. Понятно, что театр без зрителя, он тоже не может там быть. Если реально, если это по-настоящему, и вы там свадьбу сыграете, да блин, мы будем вообще рады, капец. Просто, чтобы это, знаешь, не выглядело так, что просто мероприятие ради мероприятия. Знаешь, момент ради момента. Делай там, делай там, делай там, делай там, пшик ради пшика. Братан, я тебе честно скажу. Вот делать мне нечего, делать мне нечего подставлять свою жизнь, жениться на человеке, когда я вот первый раз женюсь на человеке, полностью угробить свою жизнь ради какого-то хайпа. Мне это не надо. Я почему-то 24. Я не знаю, я не хочу, чтобы у меня как-то, знаешь, много женства было, два, две жены, три жены. Это никак твоя жизнь не угробит. Я хочу, чтобы у меня была одна жена и на всю жизнь. Я вот сделал предложение и хочу вот так вот. Все. Я чувствую, я вот еще неделю назад это кольцо купил. Я захотел это. Я никому не сказал, ни редакторам. Ты чем сам руководствуешься, ну типа как предложение делаешь, когда ты сам уверенно хочешь оставаться? Своим сердцем, чувствами хочу. Ну чувствами руководствуюсь. Я увидел, я увидел вот вчера, например, да, я увидел, что она хочет быть со мной. Для меня важно было, для меня именно важно было, что именно она хочет быть со мной. А не то, что это какая-то ее игра. Она прям реально хочет быть со мной. Ну типа, что ты бегаешь там. Вот. Потому что я для нее очень многое все сделал. Я пытался добиваться, я ухаживал за ней. Вот. Я захотел увидеть ответку от нее. Я увидел ее. Поэтому я долго думал. Вот сегодня наступил ее день рождения. Я хотел еще там неделю назад сделать предложение именно на ее день рождения. И я сделал это предложение. Я очень хочу, конечно, понять сущность, суть Саши. Я прям чую, что там что-то скрывается. Вот меня интуиция в моей жизни никогда меня не подводит. Такое ощущение, что у него какой-то есть хитрый план. Он хочет показаться, понятно, хорошим, добрым. Там вот посмотрите на меня, я мужчина, там все. Но при этом все поступки и все его действия. Говорит, мы можем многие красивых слов, но по факту и по действиям совершенно противоположно. И я думаю, что рано или поздно все равно Саша откроет свое лицо. Ну то есть он проявится. Потому что всегда правда всплывает. И за мой счет ходил в кино. Он любитель за счет моей дочери пожить. За такси, за рестораны, за все заведения. Саша ни разу ничего не оплачивал сам. Карманы пусты, нечего дать, выгоду ищет. Человек, который берет деньги у женщин. Слабак потому что. Я не хочу быть вырастеннее. Просто убежать. Меня хватит. До свидания. Это я должна еще его содержать, что ли? Ты меня затрогал, ты, а ты? Такая мерзость вообще, реально. Обманщик, лгун, лжец, альфонс. Вы когда вчера предложение делали Саше, он не был альфонсом. У меня были чувства к нему все это время. А сегодня что? Вы не понимаете? Какие чувства у тебя? Он альфонс, ты говоришь. Я связался не с той семьей. Истеричек. Психопатов. Никто не имеет права трогать мою маму. Давай с тобой. Сука открыл. Лиза! Лиза! Привольный, флирт, следующий шаг отношений. Все просто. Если это у вас, так у меня не так. Вы себя реально как парочку прям ведете уже. Саш, ну я же не твоя вещь. Да ты уже сосешься с другими типами. Причем тут вообще моя личная жизнь. Потому что у меня нет личной жизни, она только у тебя идет. Скорее всего, ты скрываешь то, что он тебе нравится. Даже общаться нам не стоит после этого. Я тоже так считаю. Я тоже. Каждый должен для себя решать сам, с кем ему быть и как. Замечательно. Замечательно. Хотела бы пару дней вообще с ними не общаться. В общем, мы с тобой общаемся о чем абсолютно угодно, кроме как о Диме. Это уже не дружба о том, что сейчас мне предлагает Саша.